Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал Диетолога Скачко! В этом видео вы узнаете, как приготовить овсяную кашу несколькими способами. Я раскрою несколько секретов диетолога. И дам полезные советы, как приготовить овсяную кашу для детей и подростков. Как приготовить овсяную кашу для здоровых мужчин и женщин. Как приготовить овсяную кашу для похудения. Либо для набора веса. Для занятий спортом, фитнесом. Для того, чтобы вы могли работать интенсивно в офисе. И если вы досмотрите это видео до конца. Вы узнаете, что известный способ, самый распространенный способ приготовить овсяную кашу. Когда вы выбранную вами крупу заливаете кипятком. И при впитывании воды вам кажется, что каша готова. Диетолог Скачко сказал бы вам так. Этот способ устарел лет 50-60 назад. Условия окружающей среды несколько изменились. Ваш образ жизни изменился. Уровень здоровья современного человека изменился. Способ нужно менять в соответствии с изменившимися условиями. И в этом видео вы узнаете, если досмотрите до конца. Какое значение в правильном приготовлении овсянки по методу диетолога Скачко имеют. Душлаг. Терка. Картофель и чистка. И несколько секретных ингредиентов. Которые в свое время появятся в этом видео. Итак, что нужно сделать первично? Конечно, нужно правильно выбрать овсяную крупу в магазине. Такое видео на моем канале есть. Со временем, чтобы вы не искали его, не вопрос. Я в этом видео дам ссылочку. Вы спокойно перейдете на то видео. И узнаете условия, как выбрать овсяную крупу правильно. Чтобы не отравиться, например, стиральным порошком. Либо солями тяжелых металлов. Чтобы не вызвать новое попадание радиоуклидов в ваш организм. Эти особенности есть. И выбор овсяной крупы во многом определяет ваш уровень здоровья. А после того, как вы выбрали овсяную крупу. Первым движением вы должны сделать очень простую вещь. У вас должен появиться дуршлаг. И с его помощью вы промываете овсяную крупу. Под струей холодной проточной воды. Просто если вы, безусловно, имеете свое поле. Выращиваете овсяную овес самостоятельно. Знаете его, как правильно хранить, обрабатывать. В этом случае вопросов нет. Вы можете этот этап пропустить. Но! Если вы просто покупатель. Пошли купили овсяную крупу в магазине. То я советую вам все-таки ее промыть. Руки же вы перед едой моете. Ну и овсянка. Ее могли трогать любые руки. Не говоря о том, что рядом могли бегать мышевидные грызуны. Они прекрасно могли есть этот овес. И обезопасить вы можете. Часть опасности вы можете убрать с помощью этого простого инструмента. А что дальше? А дальше промытая овсяная крупа ожидает появления первого секретного ингредиента. Который появится в овсяной каше с помощью картофелечистки. Это яблоко. Как вам правильно подготовить яблоко для овсянки? Вы должны обязательно снять внешнюю кожицу. Если она у вас блестит, как у моего яблока. Это значит, что на поверхности находится воск. Он прекрасно растворяется желчью. И может надолго остаться в печени. И на УЗИ вы можете узнать, что у вас оказывается есть жировой гипотоз. А вы не сильно шалили в своем образе жизни и нарушали работу печени. Много факторов риска есть, чтобы нарушить работу печени. И метаболический мозг в вашем организме уже работает не так интенсивно. А зря. Один из факторов это неправильное употребление яблок. Внешнюю кожицу нужно всегда снимать. И когда часть экспертов говорит, что под ней самое большое количество витаминов. Так эти витамины не могут вам достаться. По причине, что метаболический мозг печени не будет работать у вас. Так как должен работать. Поэтому не экономьте на мелочах. Убирайте кожицу обязательно. Что вам делать дальше? А дальше у вас есть выбор. Вы можете продолжать работать картофелечисткой. И тонкими слоями нарезать яблоко. И соединять его с промытой овсяной крупой. Если же вы хотите скрыть свои знания по здоровому образу жизни. Но приготовить овсяную крупу все-таки здоровую, полезную для здоровья. То тогда используйте обычную терку. И самая мелкая грань. Когда вы в пух практически стираете яблоко. После этого вновь вы его помещаете к овсянке. Что это вам дает? Яблоко прекрасный источник пектинов. А пектины. Вернее протопектины в сыром яблоке. Обладают раздражающим действием на кишечник. Ускоряют продвижение каловых масс. После термической обработки. Все-таки вы овсяную крупу с измельченным яблоком любым способом будете термически обрабатывать. Протопектины переходят в пектины. А пектины прекрасные сорбенты. Для солей тяжелых металлов. Для радионуклидов. Для любых химических веществ. Которые могли попасть в кишечник. Как с овсянкой. Если вы не выбрали ее абсолютно правильно. Как я дам ссылочку чуть позже в этом видео. Либо с другими продуктами питания и напитками. В любом случае пектин и яблок. Работать будут как сорбенты. Свяжут токсические вещества. И выведут их из вашего организма. Как готовить овсянку дальше. Добавили яблоко к овсянке. По вкусу. Соль. Сахар. Пряности. И далее при медленном нагревании. Доводите до кипения. Несколько минут нужно потомить при накрытой крышке. И оставьте. Чтобы овсянка при остывании напиталась. С одной стороны овсяная крупа впитает влагу. А с другой стороны пектины смогут превратиться в протопектины. И выполнять свою сорбирующую функцию. По отношению к любым токсическим веществам. В этом случае вы готовите овсянку для здоровья правильно. И если вы не знали как правильно выбрать овсянку. То яблоко с овсянкой помогает вам в этом вопросе убрать токсическую нагрузку на ваш организм. Что делать если вы не знали дату рождения овсянки. Которую вы купили. Здесь вам нужен другой секретный ингредиент. Он поможет вам не только связать часть токсических веществ. Но и нейтрализовать те канцерогены которые образовались из прогорклых жиров. Ведь если овсянка хранится длительное время. То те жиры которые находятся в крупе. Они начинают окисляться. И вы задаете себе вопрос. Почему овсянка горчит? А потому что там появились канцерогены. И что вам теперь делать. Если вы не уверены в дате рождения овсянки. Она ведь может не горчить еще. Чувствительность рецепторов языка имеет свои пределы. А в дате рождения вы не уверены. Тогда добавляете следующий ингредиент. Это морковь. Морковь нужно подготовить обязательно правильно. А именно. Вы морковь должны замочить в холодной воде. На 10-15-20 минут. Чтобы намокла грязь. Которая находится на поверхности моркови. А дальше просто ёршиком, щёточкой очищаете морковку. Самая большая ценность в моркови. Как раз самая большая ценность и концентрация биологически активных веществ. Находится под шкуркой. Если вы снимаете просто шкурку. Практически вы получаете жмых от моркови. Конечно полезные вещества остаются и внутри. Но их будет существенно меньше. Поэтому просто помыть и очистить морковь не повреждая шкурку. Будет очень полезно для вас. После чего, что вы делаете. Вновь вспоминаете про терку. И на той же грани измельчаете морковь фактически в пух. И добавляете к овсянке. Примерно четверть, пятая часть моркови. По сравнению с овсяной крупой. А дальше делаете все то же самое. Иными словами доводите до кипения. Томите некоторое время. Ожидаете остывания. И ваша овсянка. Ваша овсяная каша для здоровья. В которой будет снижен онкологический. А заодно и кардиологический риск. Просто тот бета-каротин, который находится в морковке. При термической обработке превращается в две молекулы витамина А. А это основной витамин. Который предупреждает образование раковых клеток в организме. И тормозит развитие уже существующих. А также один из основных витаминов для профилактики кардиологических заболеваний. Иными словами первых две строчки в строке смертности. Можно снизить вероятность этих заболеваний у вас. Если вы правильно приготовили овсяную кашу с добавлением моркови. Если вы хотите получить несколько больше. Я понимаю сорбирующая активность моркови несколько ниже чем яблок. У вас появляется третий рецепт. Вы можете скомбинировать два ингредиента. И вместе с ними приготовить овсяную кашу. И в этом случае у вас реально получится прекрасная комбинация. Используя овсяную кашу таким способом. Вы получаете базисный продукт. Который очень полезен и подросткам и детям. Им нужно активно расти. А токсические вещества, канцерогены и другие нежелательные для организма соединения. Вы таким образом связали с пектинами моркови либо яблок. Они транзитом прошли по кишечнику. И в организм реально в кровь попасть уже не могут. Также вы снижаете онкологический и кардиологический риск. И в этом случае все здорово. Если вам нужно использовать такую овсяную кашу для похудения. Не вопрос. Тогда вы используете овсяную кашу перед физическими нагрузками. Примерно так же должны поступать и спортсмены. Для того чтобы физическая нагрузка совершалась на тех углеводах. Которые приносит овсянка. И которые могли содержаться и содержаться в яблоках и моркови. Если вам нужно приготовить овсяную кашу для снижения веса. То вы используете перед физической нагрузкой. Если вам нужно приготовить овсяную кашу для набора веса. То естественно перед передом отдыха. Полежить чтобы жирок завязался. Это правило известно. Поэтому после обильного приема пищи если вы отдыхаете. У вас с наибольшей вероятностью углеводы овсянки превращаться в жиры подкожной клетчатки. И вы получите тот результат который вы хотите получить. Если вы хотите вести более интенсивно интеллектуальные виды деятельности. Не вопрос. Тогда вам нужно более правильно комбинировать овсяную кашу и кофе. Кофе стимулятор активности мозга. А овсяная каша может обеспечить на метаболическом уровне этот процесс. И тоже вы получаете тот результат который хотите. В любом случае для здоровых людей. Вот таким способом если приготовить овсяную кашу. Вы получаете плюсы. Конечно если вам нужно достичь другие цели и задачи в этой жизни. То нужно изменить способ приготовления овсяной каши. И это тема для следующих видео. Кстати если вы хотите чтобы я написал видео про овсяную кашу. Для какой-то цели и задачи пишите в комментариях. Если что-то я не до конца уточнил. Вам что-то осталось непонятно. Пишите вопросы в комментариях. По мере наличия свободного времени буду на них отвечать. И вы будете получать больше информации. Как и овсяную кашу готовить. И как другие продукты питания и напитки готовить. Для вашего здоровья и активного долголетия. Ссылочку на видео как выбрать овсяную крупу в магазине или супермаркете. Вы наверняка уже видите на экране. И пока вы переходите на это видео. Я с привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого здоровья и разумного к нему отношения. Буду это видео заканчивать. Если вы считаете что это видео достойно лайка. Можете поставить на это видео лайк. Можете сделать репост. Овсянку используют часто. Но очень часто идут по короткому пути приготовления. Если просто залить овсяную крупу кипятком. Вы можете получить хроническое отравление теми токсическими соединениями. Которые могли попасть в овсяную крупу на любом этапе. Включая этап продажи. Если овсяная крупа находится рядом с отделом бытовой химии. Или какими-то другими источниками. Не самых полезных для организма веществ. Либо если овсяная крупа просто испортилась вследствие длительного хранения. Вы увеличиваете онкологический риск. И нужно знать и другие факторы риска. Которые я опубликовал в книге «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». Чтобы уменьшить вероятность развития онкологии у вас. Если вы хотите овсяную крупу использовать регулярно. Это реально здоровая крупа. Но! Как и любой другой продукт питания. Требует определенных условий для правильного приготовления. Чтобы жить лучше и дольше. До новых встреч на моих видео каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко». Это YouTube. А также «Школа доктора Скачко» и «Инстаграм». Продолжение следует...